всем добрый день продолжаем рассматривать принципы расчета напольного отопления ну и приступаем непосредственно к данные рисунка то есть отрисовки системы первыми делом идем на закладку перекрытий так ну и рисуем себе перекрытия воспользуемся тремя перекрытиями для двухэтажного здания так ну а все остальное оставим без изменений если вам что-то нужно поменять соответственно меняете сами как это делается я уже показывал в предыдущих видео так нажимаем ok вставляем системы перекрытия вот она у нас есть система перекрытия следующее действие мы отрисовываем зону помещений в которой у нас непосредственно будет находиться система теплого пола так для этого мы зададимся номером помещения дальше температура например 21 так тепловой нагрузкой который приходится на систему напольного отопления так ну и пусть это будет просто у нас комната так вот мы отрисовали нашу зону помещений так ну и теперь идем на закладку отопительные приборы и ищем подпольный отопительный прибор вот эта закладочка нажимая на нее вот выпадает подменю нажимаем меню добавить удалить ну и вот появляется у вас окошко проектирование вашего напольного отопительного прибора причем если у вас есть уже готовые проекты в которых присутствует данное напольное покрытие то есть можно найти ваш файл нажать ну и оттуда скопируются те варианты напольных покрытий которые вы уже использовались так ну а мы покажем все заново то есть мы добавляем конструкцию здесь пишем тип то есть сокращенно здесь обозначим тип напольного покрытия то есть написание можно написать теплый пол покрытие так прям ок 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 трубопроводами и слои под трубопроводами так над трубопроводами у нас будет плитка то есть верхний слой устищем ее да и здесь тоже основные материалы заложены для производителя программного обеспечения так как это производитель находится в польской республике то и значение заложены для польской республики поэтому если вам нужны данные для российской федерации то здесь добавляется точно так же как показано в видео для вот например давайте нажмем заносите свой материал описание производителя если известно коэффициент теплопроводности нормальных условиях то есть эксплуатация но его влажно и плотность материала нажимаете ok появляется ваш материал который вы взяли непосредственно из либо каталогов представленных на интернет сайтах либо из нормативной литературы например свобода правилом проектирования тепловой защиты здания так но я пока отмену то есть вот у нас первый тип то есть плитка керамическая ставим значение толщины то есть ну бывает разное но возьмем вот данный вариант пока так ну и нам еще понадобится второй материал а именно бетон говоря которому будут осуществляться есть различные конструкции возьмем как вариант это пока не принципиально то же самое то есть дальнейшем можно взять материал тот который непосредственно расположен в российской федерации так толщина должна быть минимальная от на целых 3 рейн от 0,03 либо 3 сантиметра до 7 сантиметров то есть мы возьмем среднее показ значение значение 0,5 то есть 5 сантиметров так следующее выбираем те трубопроводы которые будут использоваться системе напольного отопления то есть нужно взять того же самого производителя который вы взяли изначально так дальше здесь можно выбрать то есть те диаметры из которых будет осуществляться выбор программы для того чтобы рассчитать либо из всех типоразмеров либо определенно так нужно указать максимальную длину контура то есть она зависит от диаметра трубопровода ну вот пока в усредненном варианте оставим такой вариант дальше нужно будет указать изменение шага от минимального это у нас будет от 10 сантиметров между трубами до давайте сделаем 30 так ну и шаг изменения сделаем 5 сантиметров 50 миллиметров так следующий у вас должны быть слои ограждения под трубопроводами ну изначальное ограждение вернее слой это у нас теплоизоляционные маты вот например вот здесь вот представлены стандартные маты сейчас мы поищем так нам этот мат достаточно маленький так другой возьмем какой-нибудь так вот возьмем стандартный размер большинство у нас монтажник берут именно этот размер стоило достаточно так ну и возьмем перекрытие либо бетонную стяжку можно взять либо давайте вот так возьмем пока железобетонную плиту данного размера так ну и точно также нужно будет указать где у вас находится непосредственно ваш пол то есть ну давайте я укажу первый вариант на грунте так когда вы задались всеми значениями которые представлены здесь то есть можно осуществить предварительные расчеты и посмотреть то есть здесь указана температура подачи то есть обычно берется 45 50 либо 55 градусов то есть увидеть картину что у вас происходит при данных конструкции какая мощность с одного метра квадратного идет помещение минуя помещение то есть обязательное условие что они не менее 90 процентов должно уходить в помещение так мы пока оставим 45 градусов также есть зона основная и граничная есть температуры на поверхностях вот например тепловая мощность 1000 ватт то есть можно изменять то есть ну и смотреть соответственно как у вас изменяется либо температура либо сколько у вас площадь необходимо для того чтобы возместить например вот эти 1000 ватт дальше можно изменять шаг то есть видим что при увеличении шага площадь нам увеличится то есть можно предварительно посмотреть в дальнейшем чтобы принимать участие в расчетах все ли у вас правильно сделано то есть вот температура пола то есть максимально допустимая для постоянного пребывания 29 29 градусов ну например для напольных покрытий таких как деревянных там например паркет ламинат то есть на поверхности должно быть не больше 20-25 градусов то есть но вот здесь вот данное значение так и нам еще одна понадобится конструкция напольного покрытия покрытия так заново ведем значение только это будет 2 то есть это у нас будет теплый пол на межэтажных покрытиях так ну и заново ведем те значения которые были у нас в предыдущем варианте 5 миллиметров здесь 5 сантиметров труба того же производителя так здесь у нас 20 было так минимальный 10 так максимальный 25 пусть меняли до до 300 300 миллиметров так шаг 50 миллиметров ну или 5 сантиметров так ну и под трубами тепловая изоляция железобетонная плита железобетонная плита железобетонная плита ну и выбираем что у нас теплый пол находится меж с двух этажами так ну и дальше выбираем тип сначала 1 так дальше указываем стандартную 100 процентов приходится на этот теплый пол возьмем 15 метров так все остальное можно не указывать если вам необходимо посчитать автоматически потом при корректировке то здесь можно задаваться соответствующими значениями сколько вы хотите получить так ну и теперь нам нужно добавить трубу трубу а именно типа которая будет являться транзитной линии от контура напольного отопления до коллектора так ну и зададимся значением пока имеется ввиду длиной по пять метров а так то есть нужно выбрать проект и смотреть соответствующее значение которое у вас получится так мы можем сократить чуть-чуть коллектор вот она для системы напольного отопления так мы его берем так и устанавливаем на обратную магистраль установили мы ее сюда но на самом деле то есть эта арматура установлена на коллекторе так дальше системой меток так мы указываем для того чтобы нам получить значение то есть в результатах расчета в дальнейшем использовать в нашем проекте так вот мы сделали себе заготовку так ну а дальше то есть при помощи стандартного копирования то есть мы копируем вправо возьмем четыре помещения так дальше нам нужно отрисовать стояк до сих пор и тип б там давайте отрисуем так отрисовали так ну и нам опять понадобится арматура а именно коллектор так ну я воспользуюсь с вентилем хотя это немножко неверно потому что вентиль у нас уже есть который вот здесь установлен но чтоб мне там других вариантов не дорисовывать участки регистральные я возьму этот так ну и количество присоединения у нас есть 4 так ну и опять нам понадобится система этикеток для того чтобы в результатах расчета увидеть те значения которые получатся так и еще кое-что забыли поставить арматуру включающую так копируем данный вариант сейчас пока это не принципиально потому что по конструкции запортная арматура она как правило одинакова так ну и точно так же ставим этикетку так теперь копируем все и опять переносим на второй этаж да в дальнейшем можно поменять значение нумерацию если вас не устраивает данное значение так ну и остается один момент это нам соединить трубопроводы старика так насоединили так ну и у нас лишнее одно обозначение потому что диаметр получается одинаковый поэтому нам нет необходимости еще одну отметку на обратной магистрали так здесь значение будет разное оставим отметки так ну и сейчас остается сделать то чтобы нам соединить при помощи соединительных линий которые говорят о том что то есть вот этот вот конец трубопровода подсоединен непосредственно к коллектору так ну и сейчас проделаю на всех этажах я я я я я я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нужно поменять тип напольного отопления на верхнем этаже Если у нас на первом этаже было на грунте, то здесь нам нужно поставить межэтажную Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так вот, мы проверили, все выбрали Так, ну и единственное, что стало сделать, это присоединить смесительный узел Так, берем смесительный узел Данного типа Двухходовым клапаном То есть, рекомендует производителя Так, ну и здесь та же самая ситуация, то есть отрисуем Так, после Так, ну, чтобы меньше очертить, то есть я проще поступлю То есть не буду уже дополнительно начертить и красиво присоединяет И красиво присоединяет, сделаю так То есть это пока не принципиально, то есть главное показать принцип Расчетка Так, ну и подсоединяем Обратную магистраль справа Так, дальше нам понадобятся точки питания То есть от котла Подающего 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 Присоединяем И Обратную К Обратную Присоединяем Так, теперь На смесительном узле нам нужно показать температуру Показываем 45 градусов Так, и показываем Ту арматуру, которая нам понадобится Так, в связи с тем, что система небольшая Ну, возьмем мы вот обратный клапан И Нам понадобится То есть мы будем брать не Флапан двухходовой Не с электродвигателем, а с термостатической специальной головкой На которой можно устанавливать температуру Ну и датчик Непосредственно стоит На подающей линии смесительного узла Поэтому возьмем Вот этот вот Клапан Хотя он ставится на Радиаторы Но По такому же типу Стоит Давайте вот этот возьмем И проверим И проверим Так, ну и Уставляем сначала Данный вариант Так, а здесь мы ставим Обратный клапан Так, все у нас появилось Так, ну и опять нам понадобятся Этикетки Чтобы В последующем Узнать Результаты Расчета Так, ну и еще одну Читику Поставим Так Вот все мы отрисовали систему напольного отопления всем спасибо за внимание до следующего видео субтитры делал DimaTorzok